Тестовый отстрел. Стреляем одной с другой первое место. Ну что, пятнашки прожинаем. Сейчас пробуем то же самое, но пускай будет девятнадцать. Нет, о чем будем говорить? О том, какие ошибки отпустил в предыдущем видео и как я их исправил. Итак, ошибка номер один. Я неправильно выбрал место и время для стрельбы. С одной стороны, был отличный кадр, было хорошее освещение, но солнце очень сильно слепило в глаза и не мешало стрелять. Поэтому сегодня учел эти ошибки и стрельбы проходили тоже в хорошо освещенном месте, но гораздо комфортнее было. Второй момент – это прицел. Точнее, яркость прицела. На одиннадцатой отметке из одиннадцати возможных, что в прошлый раз, что сегодня мне не совсем корректно было смотреть на прицельные метки. Потому что на светлом фоне их не видел вообще, а на темном фоне приходилось их искать сначала, а потом переводить уже на мишень. Потеря времени и вообще не очень хорошо, не очень приятно. Третий момент. Третий момент – это неправильный прицел. Точнее, неправильно пристреленный прицел. Еще точнее – это прицел, пристреленный не на то расстояние. В прошлом видео было видно, что по горизонтали все стрелы вложились в пределах допустимых уклонений. Никаких проблем с этим не было. Но вот вертикаль – я очень сильно ошибался. В итоге сегодня пристрелял прицел, даже не пристрелял, а привел его к бою, можно так сказать. Не столкнулся с рядом нюансов. О них, наверное, надо будет отдельно как-нибудь рассказать, но сейчас вкратце. Одни стрельные оружия имеют прицельную сетку под конкретную образец оружия и под конкретный боеприпас. С арпалетами все сложнее. Во-первых, может измениться усилие натяжения. Во-вторых, может измениться тетива. В-третьих, может измениться стрела, вес стрелы. В-четвертых, может измениться наконечник. И как такового ГОСТа по кучности, по прицелу, по точности попаданий нет. Поэтому все пришлось искать на практике. И на моем примере вот этот коллиматор с тремя прицельными метками показал следующее. Если первая прицельная метка установлена на 15 метров, то вторая прицельная метка – это 23-24 метра, ближе не нашел. И тогда третья метка – это 30 метров. При изменении какой-то из составляющих, естественно, все сбивается и придется пристреливать его заново. Что не очень удобно, поэтому, скорее всего, прицелы не меняю. Но это пока план. Четвертый момент, который хотелось бы тоже обсудить – это бесполезные выстрелы, бесцельные. Сейчас ставлю кадр, где в прошлый раз я пытался упасть в муху, которая села на мишень. Ничего из этого хорошего, естественно, не вышло. Во-первых, я промахнулся. Во-вторых, стрела ушла в судроп. На ее поиски было потрачено 15, наверное. И, в-третьих, стрела потеряла оперение. Поэтому мне пришлось его клеить. В этом нет ничего сложного. Но, тем не менее, с собой я клей не взял. И на следующий получилось так, что вместо шести стрел у меня оказалось пять. И это не очень удобно и не очень приятно. Поэтому не делайте лишних принципов. Не нужно пытаться попасть в каких-то мух. А прорвутся все лучше штатно и в столб. Ну и последний момент. Обратил внимание, что гораздо проще и гораздо интереснее стрелять в объемные объекты, чем просто в плоскую двухмерное решение. Это может быть связано с тем, что у вас, точнее, мозг определяет дистанцию. И поэтому выстрелы получаются более меткими. Ну, либо просто удовольствие от попадания в какой-то объект. Я не знаю, в чем причина. Но, тем не менее, принял для себя решение, что в конце стрель я буду устраивать небольшие фановые стрелушки. Например, по теннисному мячу. Или стакану. И воздушные шарики. Почему нет? Здесь уже воздушные шарики с мукой. И было достаточно весело и интересно стрелять. Причем не только не самому, но и второй половинке. Мне это уже понравилось. Как-то так. В общем, работа над ошибками проведена. Поправки внесены. Выводы сделаны. И, как говорит один очень замечательный человек, Виталий Владимирович Шиндаков. Сразу следующее. Большинство людей делают выводы, основываясь на том, что они увидели, услышали или прочитали. Это в корне неверно. Потому что поводу нужно делать на основании анализа. Увиденного, услышанного и прочитанного. На этом все. Всем удачи на выстрелах.